Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в городе и регионе идет на спад, но расслабляться не время. В Самаре до сих пор действует масочный режим в магазинах, театрах, транспорте, а также в местах большого скопления людей. Сохраняется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Кроме того, в дни школьных каникул усилен контроль за нахождением детей в торговых центрах без сопровождения родителей. В городе Самаре заболеваемость показатель ниже среднеобластного на 21%, то есть по области 48,2%. В городе Самаре 37,9%. В Самаре отмечены меньшие показатели заболеваемости среди городов региона. Положительную динамику медики и специалисты Роспотребнадзора связывают в том числе с вакцинацией. На сегодняшний день полностью привиты, то есть получили два компонента вакцины, 36 778 самарцев. Почти 55 тысяч человек сделали прививку впервые и готовятся ввести повторный компонент вакцины. Записаться на добровольную вакцинацию можно самостоятельно, либо через организацию, где трудоустроен человек. Из 8679 организаций 834 подали списки сотрудникам, что составляет 9,6% от общего количества организаций на территории города. Это всего 11 260 человек, которые дали согласие на проведение вакцинации. С соблюдением всех необходимых мер безопасности и требований регионального Роспотребнадзора пройдет в Самаре месячник по благоустройству. В этом году его проведут с 1 по 30 апреля. В столице региона пройдут три субботника и шесть средников. Давайте все-таки официально обратимся в Роспотребнадзор за получением рекомендаций по проведению массовых субботников с участием населения. Жителям Самары и специалистам коммунального хозяйства в очередной раз напоминают. Использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию при участии в субботниках необходимо даже на открытом воздухе. Приводить в порядок придомовые территории и улицы города начнут уже через неделю. Ольга Павлова, Василий Колдашов. События.